Утро 1, мы на месте. Тринанс, заработал, вручили эту сколу поезды. Изов принят, уезжаем. Экстренный вызов в прямом эфире. Самые громкие события этой недели в студии Шакир Умаров. Здравствуйте. Сегодня в программе «Опасные связи». Преследуемый взросление школьницы скрывался за границей. В сознании НДУЛа названа сумма выплаты за добровольную сдачу огнестрельного оружия. Мятеж и порча имущества после бунта в колонии Туркестанской области меняют камеры наблюдения. 90 тысяч иностранцев нарушили миграционное законодательство. Казахстана только в этом году. В полиции бьют тревогу. Это на 70% больше прошлогодних показателей. В МВД планируют ужесточить наказание за фиктивную регистрацию и внести определенные поправки в законодательство. Предусматривается наделить местные спинт-органы, маслехаты, акиматы, предусматривать ограничения по прописке на квартиру. Ну, конечно же, у нас вот были факты, когда на 30 квадратных метров до 1000 человек прописки, естественно, это никуда не годится. Кроме того, планируется пересмотреть процесс выдворения иностранцев. А вот порядок регистрации в нашей стране хотят упростить. Вице-министр труда рассказал о промежуточных результатах программы «С юга на север», которая направлена на борьбу с трудодефицитом в ряде регионов. У нас было переселено порядка 56 тысяч граждан, и их порядка 15 процентов. Они вернулись обратно в южные регионы. Видим статистику, что за этот же период северных регионов порядка 150 тысяч граждан выехали на постоянное место жительства и другие страны, то программа 56 тысяч граждан переселила в северные регионы. В МВД напомнили, что в мае вступил в законную силу ряд поправок в миграционное законодательство. Въезд в нашу страну запрещен иностранцам, совершившим сексуальное насилие над детьми, а также гражданам, причастным к туристической или экстремистской деятельности. После бунта в колонии Туркестанской области меняют камеры наблюдения. В спецучреждении экстренно заменили 88 поврежденных камер наблюдения и начали ремонт сгоревших помещений. На поправку идут пострадавшие, сотрудник тюрьмы и два нацгвардейца. Беспорядки заключенные трех из девяти отрядов устроили в ночь с пятницы на субботу. Они подожгли матрасы в камерах и одежду. Каким-то образом добрались до трансформатора и вывели ее из строя. Электричества не было до самого утра. Ситуация разрушилась, когда в тюрьму прибыл спецназ. Во время бунта пострадали двое военнослужащих Национальной гвардии и сотрудник уголовно-исполнительной системы. По официальной версии, осужденные были не согласны с режимом в колонии. Теперь зачинщикам и участникам прибавят сроки за мятеж и порчу имущества. Они требовали открыть все двери, применили силу к сотрудникам Национальной гвардии и КУИС. Были бросания камней, попытки самоубийства. Из 753 видеокамер, размещенных внутри тюрьмы, 88 были повреждены. 70% поврежденных камер сегодня перезапущены. На данный момент исправительное учреждение работает в штатном режиме. В разных регионах Казахстана задержали полсотни участников УПГ. Спецоперация прошла в Астане, Алматы, Шимкенте, а также в Актюбинской, Атыраусской, Западно-Казахстанской, Житесуской и Полударской областях. Задержанные подозреваются в организации канала хищения товаров и автомобилей в особо крупном размере, а также финансирование организованной преступности. Общая стоимость украденного имущества превышает 2 миллиарда тенге. У них изряды банковские карты, деньги и экстремистская литература. В Казахстане стартовала акция по приему незаконно хранящегося оружия. Жители Антуркистанской области, добровольно сдавшим оружие, выплатили около 7 миллионов тенге. С целью профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых с применением оружия, в регионе проводится акция по выкупу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. На сегодняшний день 90 граждан добровольно сдали в полицию 105 единиц незарегистрированного оружия, в том числе 94 латкосвольных. За добровольную сдачу оружия предусмотрено вознаграждение, которое зависит от вида оружия и его технического состояния. Также 69 гражданам, добровольно сдавшим в органы внутренних дел незаконно хранящиеся и незарегистрированное оружие, выплачено около 7 миллионов тенге. Лица, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности. Груженая фура перевернулась 25 сентября в Алматинской трассе возле Рынка-Джебек-Жолэм. По словам водителя его подрызнул другой автолюбитель. Уходя от столкновения, машина перевернулась на бок. Больший груз ехал из Узбекистана, вез напитки. Благо обошлось без пострадавших. Эту видеозапись прислали очевидцы на кадрах водителя скутера «Едеть на заднем колесе», грубо нарушая правила дорожного движения. И это не единичный случай. На дорогах все чаще происходят аварии с участием мопедов и скутеров. При этом чаще всего травмы получают недостигшие 18-летнего возраста. Молодых казахстанцев привлекает доступность такого транспорта, но многие из них даже не задумываются об опасности езды без прав. А значит, без знания элементарных правил дорожного движения. В этой связи депутаты разработали отдельный законопроект, где водители мопедов приравняют полноправным участникам дорожного движения. Ведут понятие о средней скорости и будут наказывать за нарушение ПДД. Точное количество мопедов на дорогах неизвестно, но по некоторым оценкам специалистов их уже свыше 50 тысяч. И эта цифра растет с каждым днем. Чтобы зарегистрировать транспорт и получить права, водителям мопедов дали полгода. Правила нарушают не только водители скутеров. Водитель ВАЗа установил светозруковые сигналы и собственноручно выложил видеозапись в сеть. Нарушителя нашли. Его ждет штраф около 55 тысяч тенге. А этот водитель нарушил правила разметки. На дороге и был оштрафован на 12 тысяч тенге. Видеозапись с авторегистратора одного из свидетелей нарушения на дороге попала в руки правоохранителей. С начала года 30 тысяч самокатчиков в Казахстане нарушили правила дорожного движения. Чаще всего они выезжают на проезжую часть в нетрезвом состоянии. За это предусмотрен штраф около 11 тысяч тенге. В том числе 9 за управление в состоянии опьянения и за выезд на проезжую часть несовершеннолетних, младше 16 лет, 122. Но я думаю, с учетом практики применения, в любом случае встанет вопрос о том, что необходимо эту работу продолжать. Во всем мире сейчас идет тенденция по ужесточению контроля. Еще одна проблема, связанная с самокатчиками, состоит в том, что полицейские не могут фиксировать их скорость. В МВД сообщили, что для этого в Казахстане нет необходимой системы. Компании, которые выдают электросамокаты в аренду, обязались отличать за регулирование их скорости, особенно на тротуарах. Однако они не выполняют свои обещания. На сегодняшний день мы ставим перед разработчиками автоматизированных систем фиксации задачу такую, чтобы фиксировали скорость движения на тротуарах. Пока у нас, скажу честно, таких средств фиксации нет. Поэтому это ответственность шеринговых компаний. Особо не вижу, как проявляет свою ответственность владельцы этих компаний. Регулировать движения самокатчиков имеют право акиматы, заявил замминистра. Местные исполнительные органы могут устанавливать для них ограничения по движению в определенные часы или дни. Например, запретить им ездить по паркам в выходные. Напомню, что с августа прошлого года в закон дорожного движения внесли поправки. Установлено, что на электросамокатах можно передвигаться только по велосипедным дорожкам или полосам. Если их нет, то по правому краю дороги. Еще одно ограничение – возраст. Несовершеннолетним запрещено разъезжать на самокатах по правильшей части. Обязательно носить шлем и иметь права любой категории. В темное время суток необходимо надевать светоотражающий жилет. А по тротуару или пешеходной дорожке можно ехать не быстрее 6 км в час. Водители Лексу и Хюнда припарковали автомобили на тротуаре перед одним из центров обслуживания населения в Шенкенте. Нарушители сняли на видео пешеходы и отправили доказательства нарушения в полицию. Теперь водители должны будут выплатить штраф за неправильную парковку около 40 тысяч тенге. 14 миллионов тенге задолжал водитель Хюндай. Система Кургау выявила водителя, уклонившегося от оплаты долгов. Автолюбителя задержали на пересечении Алматинского шоссе и улицы Толеметова. Автомобиль забрали на штрафтаянку. Система Кургау помогла выявить и другого неплательщика. Владелец Мерседеса задолжал 20 миллионов тенге. С автолюбителем провели беседу о важности оплаты долга. Автомобиль до погашения задолженности отправили на штрафтаянку. Подозреваемого в растлении 14-летней девочки экстрадировали из России в Казахстан. По данным Генеральной прокуратуры, инцидент произошел в сентябре прошлого года в одной из съемных квартир Шенкента. После совершения преступления злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск. В апреле этого года он был задержан в Новосибирске. По запросу Генпрокуратуры, Казахстана российская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого на родину. Сейчас фигурант водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с пожизненным лишением права занимать определенной должности или заниматься определенной деятельностью. Мужчина погиб под колесами поезда. Трагедия произошла в Шенкенте 21 сентября. И хотя состав не успел развить большую скорость, остановить его машинист не смог. Травмы оказались слишком серьезными. Мужчина скончался на месте ЧП. Сотрудникам скоро оставалось лишь констатировать смерть. По предварительным данным, мужчине было 30-35 лет. Намеревался он перейти дорогу по железнодорожным путям в неустановленном месте или таким образом пытался свести счеты с жизнью, предстоит выяснить сотрудникам полиции. Кроме того, оператор программы «Экстренный вызов» Бахтиат Ашпулатов сообщил, что неизвестные в гражданской форме пытались воспрепятствовать съемкам. Они повредили фонарь и на некоторое время отобрали сотовый телефон. Подобное давление на сотрудника телеканала «Отриар» расценивается как нарушение свободы прессы. Видеоконфликт направлено прораханительным органам для дальнейшего разбирательства. За легкой наживой стоит суровое наказание. Патрульно остановил автомобиль «Деомакис» за нарушение правил дорожного движения. А при досмотре нашли полиэтиленовый пакет с растительным веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество – это высушенная марихуана весом около 10 граммов. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. А в Шемкенте задержали автора «Наркографити». В доме у 34-летнего мужчины найдены и изъяты 6 трафаретов для нанесения адресов сайтов по продаже наркотиков на наружные стены зданий. Сотрудниками полиции начали расследование. Подозреваемый водоролил следственный изолятор. За пропаганду и рекламу наркотических средств законодательством предусмотрена отместственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет. С нового учебного года полицейские усилили профилактику наркопреступлений. Главная цель – предупреждение распространения наркотиков и снижение числа наркозависимых. Освиновленность о вреде наркотиков и их последствиях помогает формировать антинаркотический иммунитет. Начиная с сентября в учебных заведениях и общественных организациях уже проведено 850 профилактических мероприятий. Охвачено 35 тысяч человек. Молодежь активно участвует в этих мероприятиях. Школьники и студенты становятся сторонниками здорового образа жизни и придают наркопреступлениям негативный статус. Профилактика наркопреступлений – это задача, которая требует внимания и усилий со стороны всех образовательных учреждений, родителей, общественных организаций и молодежи. Несмотря на запрет продажи вейпов, ими продолжают торговать. В Сайрамском районе полицейские установили, что на одной из улиц 31-летний мужчина торгует в магазине запрещенными электронными сигаретами. Стражи порядки изъяли 92 вейпа. В настоящее время по данному факту проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств. Напомню, за 22 июня в Казахстане вступили в силу нормы, законозапрещающие продажу вейпов. На ага ребенка застряла в велосипеде. За помощью родителей мальчика обратились к спасателям. С помощью специнструментов удалось вызвать ребенка из металлических оков. Помощь медиков мальчику не понадобилась. Казахстанцев предупреждают о мошенниках. В Сайрамском районе задержали аферистку. 50-летняя женщина, войдя в доверие, заверила двух знакомых, что окажет помощь в трудоустройстве. Потерпевшие отдали ей около 300 тысяч деньги. Однако спустя время она так и не выполнила обещанного, а полученные мошенническим путем деньги успела потратить. Проводила судебное расследование. Другая мошенница пообещала безвозмездный грант. Женщина заверила потерпевшую, что поможет написать план для открытия бизнеса и получить безвозмездный грант от государства. Доверившись знакомой, жительница района отдала полтора миллиона тенге. Однако, выманив деньги, подозреваемая избегала контактов и под различными предлогами тянула время. Сразу по порядку установили причастность безработной женщины к еще одному аналогичному факту мошенничества. Полученные от потерпевших около двух миллионов тенге она потратила на личные нужды. В настоящее время в отношении нее проводится досудебное расследование. На этом у нас все. Если вы стали свидетелем ДТП, пожара или иного происшествия, столкнулись с произволом представителей правоохранительных органов, вы увидели что-то интересное и необычное и хотите поделиться с нами, присылайте видео, фото, сообщения и комментарии. Телефон редакции и адрес электронной почты на ваших экранах. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok